дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания сегодня четверг и на наших часах 3 0 7 погода замечательная и тема у нас сегодня фантастическая и в прямом и в переносном смысле я знаю что многие из вас и читает фантастику увлекаются и смотрят не буду сейчас авторов называть есть еще такая не сюжет а литературное направление называется фантасмагория фантасмагория до в которой работали булгаков самый знаменитый уголь булгаков да и из этих писателей короче сегодня мы задаем такой вопрос вот чтобы было бы если бы путин владимир владимирович оказался в белом доме а дональд трамп оказался бы в кремле по вашему мнению как бы сложилась судьба страны могли были они поменяться местами то есть при определенных обстоятельствах вот допустим дональд трамп оказался в кремне и как бы россия начала как бы она управлялась и она да как бы она развивалась каких бы успехов она добилась и то же самое в отношении путина если помню друг попал в белый дом чтобы с америкой приключилась или случилось наши телефоны 847 400 52 00 и с вами ведущий геннадий брумер и эдуард брумер смотри на и смотрите нас на канале youtube под вывеской nvc и на facebook оставляйте свои комментарии будем всегда рады с вами пообщаться и так да ген если бы владимир путин мы поговорим а еще одно как бы маленькая такое маленькая просьба ко всем тем кто любит и читает философ джона лока герберта марку за и так далее я понимаю что есть желание значит показать свои знания в прямом эфире пожалуйста не делайте этого давайте быть на конкретную тему потому что я тоже очень начитанный человек и гена тоже начитанный человек много чего знаем и много чего читали поэтому бравировать прямом эфире знаниями великих философов или политологов не надо будем говорить конкретно по теме ген и так короче а вдруг владимир путин стал президентом сша что в таком случае давай давай я скажу давай я скажу сразу что президентом сша владимиру путину было бы стать абсолютно сложно по той причине что ему надо было бы пройти праймерис праймерис бы он не прошел при той системе которая существует у нас в стране потому что американский президент это бренд это обычно высокие улыбчивые достаточно умный прагматичный человек умеющий что очень важно дебатировать спорить путин никогда никакие праймерисы нигде не проходил ни с кем не спорил ничего не доказывал поэтому он вряд ли бы вряд ли бы смог быстро хотя бы пройти для выборов вот и могу сразу сказать что его манера управления это править а а америкой надо управлять хорошо а если дональд трамп вдруг оказался значит в кремле а была бы ли у него возможность экономически до россию поднять и политически сделать ее более стабильной а вот тут легко здесь я на сто процентов уверен что трампу было бы абсолютно легко управлять россией потому что то система ему бы еще и помогала потому что те депутаты которые существуют они бы давали бы под козырек известно что дональд трамп человек любящий любящий управлять любые любящие кому покомандовать это правда и ему это было легко если он справляется с американским сенатом и конгрессом хоть как-то хотя ему это просто очень то в россии чиновники берут под козырек и вперед другой вопрос мне кажется что он наименее крови он не коррумпированный политик трамп ему легко было бы действительно действительно россию поднять на ноги при том что он хороший бизнесмен хорошо давай мы тогда узнаем мнение наших радиослушателей еще раз телефон 847 а 4 0 5 2 2 0 мы вас слушаем добрый день говорите добрый день здравствуйте я думаю что владимир журналист путин было намного легче управлять америка чем трампу россии потому что когда он просыпался чтобы в вашингтоне все три часа разницы с лос-анджелесом а вот трампу было сложнее было это было бы в россии плюс кажется год назад или полтора года назад было просто какой негласный опрос американцев хотели сколько процентов населения хотели бы видеть путина у власти 63 процента американцев высказались такой человек как путин они были бы очень довольны ну хорошо чтобы в россии в принципе клоунов не любят но трампу было бы намного тяжелее хотя он и считается хорошим президентом в америка но там бы он не выдержал бы очень долго не выдержал спасибо спасибо было бы намного очень легче здесь управлять потому что в принципе мы прекрасно знаем что американец это не национальность это диагноз он бы поправил вот здесь все спасибо за внимание спасибо говорите пожалуйста нету пока да я например полностью не согласен это мое мнение я не согласен с тем что путину было бы здесь легко управлять потому что будем так говорить ему бы импичмент объявили уже через пару месяцев потому что то авторитарное управление которым он пользуется то чему его научили человек не просто так приходит как к к какому-то управлению он с этим вырастая да владимир путин вырос а в коммунистических как говорится идеалах и моментах он видел как управлять надо россии поэтому как говорится я думаю что здесь бы он не справился добрый день говоришь пожалуйста я извиняюсь я еще раз перезвонил просто вопрос вы поставили совсем по-другому вы поставили как человек знающий кто кому было бы и где тяжелее и где он воспитывался и где он ну так я вопрос так я и говорю о том поэтому именно по его понятиям по его знаниям как вести и как он бы смог бы это сделать ему было бы здесь легче потому что там намного сложнее все для такого человека как трамп он бы не способен был экономически да но его там вы просто него что не поставили в эти люди которые а вот по знаниям я считаю что путин много грамотнее трампа переигрывает его во всех областях техники по технике вообще как говорится по технике выше его не поэтому ему так и относится с путину прошел боятся боятся может может быть может еще по той причине что народ такой ведь сравнивать если два народа американский и российский да это небо и земля и элиты разные американский народ американский народ это люди которые прятались других стран и они воспитывались в своих странах здесь живут потому что здесь можно заработать больше и быстрее и здесь как и говорится задницы тепло вот люди здесь и сидят но они все которые сюда приезжают других стран любят свои страны любую страну назовите в мире и люди которые приезжают только для того чтобы лучше жить в этом заключается демократия и в этом заключается свобода передвижения человека а это немецкая русский ты китайцы или ты слуны здесь хорошо здесь живут вы понимаете вопрос же может быть если бы во время советского судьба или границы разрешили людям где хотят советские судьбы не распался я прошу прощения вы понимаете весь вопрос же вопрос же стоит не только в народе стоит в политической элите американская политическая элита просто бы не дала возможности путину управлять так как он хочет понимаете понимаете близко лучше это имеется ввиду взаимодействие американская элита это игра для самоумных которые наверно в принципе все понимают прекрасно что происходит демократическая партия республиканская никаких партий нету одна партия доит бабло с населения делают выборы вроде бы какие-то и потом удивляются почему трамп поигрывает вы наверно прекрасно понимаете кто был больше всего удивлен когда он выиграл выборы сам трамп а миланья сказала это другая история спасибо большое за ваше мнение потому что но это ваше мнение пожалуйста я в корне с этим не согласен по той причине что люди приезжающие сюда не все есть люди которые я например а будем быть помню свою страну белоруссию да а потому что это моя родина но поверьте я туда не собираюсь не возвращаться и не люблю кстати на сегодняшний день современную белоруссию вот поэтому я очень люблю ту страну где я живу она называется сша мы вас слушаем добрый день здравствуйте я хочу ответить вот вашему два раза звонившему слушателю меня изумляет просто настолько любит и восхищается путином и любит его настолько и любит народ и любит свою страну из которой он почему-то вот так вот взял если так там хорошо и там такое сильный правитель и так он восхищается почему он здесь хорошо скажите пожалуйста а трамп смог бы управлять россии вот поставлен такой я думаю что для россии это было бы счастье если бы трамп вдруг с какого-то перепугу захотел управлять россии а если бы путин управлял америкой смогу он это было бы ужас ужас я думаю что ну может быть он бы дольше здесь воровал но ему бы оказались бы в такой же заднице как сейчас россия спасибо да вот это вот говорите пожалуйста добрый день я хочу ответить о женщине которая говорит что я вздрыснул я не вздрыснул мы приехали в америку в 79 году 40 лет назад и тогда не было ни путина ни россии а был антисемитизм государственный поэтому мы уехали это не значит что ты не будешь любить свою родину откуда он уехал если вы родились в трамвае что ваша родина в трамвае скажите сколько вам было лет когда вы уехали почему я люблю планирую про любовь путину я говорю про его мозги про его мозги не догоняет то что сказал то говорить о том что я вздрызнул извините ну хорошо хорошо мы будем обсуждать окей мне просто интересно сколько лет назад человеку и точнее сколько человеку было когда приехали в америку потому что немало верится что человек приехавший в америку каком-то маленьком возрасте будет продолжать любить эту страну ну давай мы будем опять же детально обсуждать смог бы вечер у нас звонок давайте мы вас слушаем добрый день я приехал в эту страну мне было 17 лет 17 лет это уже не первый раз ваше радио мне говорит что вы не не верите то что я здесь живу 40 лет и так разбираются там верю и поверьте мне и разбираюсь неплохо а мне было 17 когда я приехал ну хорошо это ваше мнение у кого-то есть вариант поспорить на то что я понимаю насчет бедная россия понимаете то что сколько она испытала за эти сроки америка никогда этого не испытывает слава богу поэтому мы держим хорошо мы чтобы закончить наш с вами спор а кто виноват в том что россия столько испытала ну человек отключился хорошо да да кто виноват в том что россия столько испытала америка европа израиль это все виноваты в этом немцы французы которые всегда хотели завоевывать эту россию территорию это все было это нормальное явление это все подождите вы считаете что в том что секундочку вы считаете я просто хочу понять что в том что в россии происходит а и происходило виноваты франция германия сша которая россия воевала за свою территорию в америке никогда нет конкретного секундочку я задал вам конкретный вопрос империя российская защищала свои территории теряла миллионы населения мы не будем говорить о том что произошло в 37 и в 27 году поэтому говорить не будем говорим просто про войны то есть будем нет подожди секундочку а причем здесь войны то что секундочку то что люди выбирали себе да диктаторов и разных разного рода подонков значит в этом виноваты сша франция германия то что в каком смысле диктаторы в том смысле что они убивали собственное население да вы мне расскажите сколько в америке погибло черных индейцев я назову 50 миллионов поспорьте со мной черных индейцев вы это серьезно мне просто интересно я вам не только серьезно я вам могу предоставить официальные данные сколько за историю Америки развития Америки да погибло американ индейцев и сколько погибло здесь черное население когда было арабство 50 миллионов вам покажется окей хорошо в каком году в каком году это было мы отвлеклись от темы но все таки я хочу а через 30 лет про Россию так в России секундочку в России в России да легко говорить конечно легко говорить потому что Потому что вы несете бред, извините меня. По одной простой причине, да, по одной простой причине, потому что в России, в России народ всегда уничтожал, правители всегда уничтожали свой народ. Всегда, в огромном количестве. И не надо говорить о том, сколько здесь погибло черных и сколько здесь погибло индейцев, окей? Не надо это говорить. И кто в этом виноват? Вы возьмите 20 век. Не надо 19 век ссылаться. Многие страны в 19 веке много чего натворили. Вы возьмите 20 век, цивилизованный век. И вспомните, сколько в Советском Союзе было уничтожено собственного народа. И кто подвел эту страну к войне? А потом говорите про США, сколько здесь уничтожено людей. Не надо этот бред вталкивать нам. Я знаю историю. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Давайте мы вас слушаем. Да-да. Спасибо. Мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день. Значит, я вот сейчас послушал человека, который, ну, влюблен в Путина. Я никогда такого не слышал. Я только слышал о Путине самые негативные мнения. Не, есть про путинцы, почему нет? Это человек, который уверяет, ну, как, ну, Путин же, он уничтожает весь мир. Он со всеми воюет. И сколько там коррупции. А как он России уничтожает? Я совершенно не понимаю этого. Мы немножко отвлеклись от темы, поэтому давайте мы будем возвращаться. Если бы Путин мог руководить Америкой, мог бы он руководить или нет? Конечно, нет. Ну, конечно, нет. Ему там хорошо. А почему нет? А почему нет? Вы можете аргументировать? Почему нет? Потому что тут демократия, люди, тут ему никто не даст такие вещи делать, которые он там. Он там диктатор. Я бы его с Хусейном бы сравнил. Это же человек, который никому не подчиняется, никого не слушает. В Америке все не так. Вы посмотрите, что творят с Трампом. Хорошо. А Трамп смог бы руководить Россией? Кто? А Трамп смог бы руководить Россией, если бы вдруг... Я думаю, он отказался бы. Потому что там народ совсем не такой. Там народ, извините за выражение, какой-то очень инертный. Они совершенно не могут воевать со своим правительством, говорить ему, что вы столько наворовали. Дайте и нам что-нибудь охотить. Наворовать. Я не могу понять. Это какая-то масса непонятных людей. Спасибо. 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 Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Добрый. Много полемики, много выступающих. Меня удивляет Путин. Путин войдет в историю как преступник. Как преступник он войдет в историю. Он поднял Россию на ноги. Россия живет под страхом. Нету жизни у русского народа. И на сегодня. Когда они пришли к власти Путина, я думал, что молодые ребята поднимут жизнь так, чтобы народ русский хотя бы пожил определенное время. Он поднял всю политику свою, уничтожает умных. Скажите, пожалуйста, извините, что я вас перебил. Вот он войдет в историю как преступник. Спасибо. Вы мне скажите, пожалуйста, не отключайтесь. Вы меня слушаете, да? Отключился человек. Давайте мы будем говорить всем, кто звонит, все-таки по теме конкретно, более детально. Добрый день. Говорите. Добрый день. Здравствуйте, Аня. Здравствуйте, Аня. У меня, наверное, будет такой ответ, что Путин не смог бы руководить Америкой по той простой причине, что ему здесь не дали бы этого сделать. Это, во-первых. А ответ на второй вопрос. Вы, по-моему, немножко неправильно сформулируете его. Нет, ну почему? Кто-то там смог бы или не смог бы руководить Россией. Вопрос в том, захотел ли бы он это делать. Нет, 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 именно, именно вопрос. Мы именно так и ставим, поэтому, если вы скажете, Трамп мог бы любой страной руководить, да, либо, или, допустим, Трамп мог бы руководить Россией, и Россия через 10 лет рванула, как, значит, садьми без головы, там, вперед, да? То есть, вот в этом плане. Я думаю, что Трамп просто не захотел бы этого делать. Ну, а все-таки, если бы вдруг получилось, русский народ избрал Трампа президента России. Призвал его на трон. Для того, чтобы русский народ его избрал, нам, чтобы Трамп там балансировался, а он будет это делать, я это круто. Ну, мы же говорим о фантасмоголии, поэтому мы говорим о... Аня, вы Стругацких читали? Ну, Стругацких, ну, немножко. Я тоже немножко, но мне бы очень хотелось бы, вот такая тема могла бы когда-нибудь в литературе пройти. Спасибо. Аня, это мне Трампа жалко. Спасибо, Аль. Спасибо. Добрый день, говорите, пожалуйста. Говорите. Челова-радио, руку очень? Да, пожалуйста. Сначала я хочу анекдот маленький рассказать. Только побыстрее, пожалуйста. Цель крутится возле зеркала зеркального платья, спрашивает твоего мужа. Фима, тебе как, это платье нравится? Ты ему так посмотрел и говорит, немножко надоело. А платье так на чего? Это я о том товарищу, который очень любит Россию, и в 17 лет приехал сюда. Он так и остался 17-летним пацаном, не зная ничего о России, о ее прошлом, о ее настоящем. И поверить о ее будущем. Ну, насчет Трампа и Путина я говорить не хочу, я считаю, как недостойными людьми. Ну, это ваше мнение, пожалуйста. Спасибо. Говорите, мы примем звонок, потом идем на рекламу. Мы вас слушаем. Добрый день. Мне кажется, что если бы, не дай бог, Путлер стал управлять Америкой, то то, что произошло, было бы похоже на то, что произошло в Венесуэле. В Венесуэле 20 лет назад была богатая демократическая страна. Они добровольно избрали этого Шавеса, который захватил себе всю власть, то же, что Путлер сделал в России. И 20 лет спустя их, в общем-то, страна превратилась в то, что здесь называется Бэскеткейс. И Америка богаче, чем Венесуэла, поэтому у Путлера ушло бы не 20 лет, а может быть 50 лет. Но я думаю, что мы бы закончили в таком же состоянии, в каком сегодня Венесуэла. А что касается России? А что касается Трампа и России? Вот смог бы Трамп руководить Россией? Я не знаю вообще, кто может руководить этой страной, если честно. Даже Трамп, при всем большой любви к нему, я не знаю. Потому что отизгадить такую страну, как Америка, очень легко. Но восстановить такое болото, которое представляет Россия, очень трудно. Я не знаю, кто реально мог бы это сделать. Спасибо. Спасибо. Вот, спасибо. Кстати, перед тем, как... А, и звонок нету. Перед тем, как мы уйдем на рекламу, вот, а тот, к сожалению, не знаю имени вашего, но... Женя, да? Да. Вот это мнение, оно очень... Точно. Точно. Четко, я бы не сказал, что может кому-то оно не нравится, но лично для меня оно правильно. То есть я мыслю точно так же. Говорите, пожалуйста, мы примем звонок и уйдем на рекламу. Я извиняюсь, я за его уже четвертый раз, но люди, которые бросают в мой огромный камень, не знающие о том, кто я и что... Ну, давайте, давайте мы... Я понимаю, сейчас начнется вот эта перепалка, кто что... Давайте мы будем уважать эфир и тему. Закроем этот разговор. Мы уходим на рекламу. Мы возвращаемся в программу Политинформания. Добрый день всем, кто к нам присоединился. Наши телефоны 847-4200-5200. И мы сегодня говорим о фантастике, фантасмагоре, как угодно можете назвать. Тема у нас такая гипотетическая, да? Если бы вдруг Владимир Путин был избран президентом США и оказался в Белом доме, а Дональд Трамп был избран президентом России и оказался в Кремле. Что бы из всего этого вышло? Может быть такое или не может быть такое? Это такой сюжет для небольшого фантастического детективного романа. Нам было бы очень интересно узнать ваше мнение, и поэтому, пожалуйста, мы вас можем послушать. Или сюжет из книги «Принцы нищие». «Принцы нищие», да. Возможно, да. Да, Марк Твен, да. А есть телефонный звонок. Пожалуйста, говорите. Слушаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам хочу сказать, что в России было много таких случаев, когда умный, порядочный, приличный человек попадает в компанию зэков. И эти зэки его уважают и слушают его. Так что я считаю, что Трамп бы справился с ними, безусловно, с Россией. А вот насчет Путина, я думаю, что здесь его моментально бы пристрелили и правильно бы сделали. Спасибо за ваше мнение. Насчет пристрелили не хотелось бы, но, допустим, отправить в отставку, это было бы неплохо. Ну, мы говорим о том, что мог бы Путин пройти взаимодействовать с политической элитой США. Вот я бы хотел бы, чтобы... Да, это сложно. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Вы знаете, меня удивляет постановка этого вопроса, когда в стране здесь столько людей гибнут от обстрелов, а вы поднимаете такой вопрос. Я хотела бы, чтобы... Радио — это наш рупор. Да. Говорить о том, как бороться с тем, чтобы прекратился обстрел людей. Ежедневно, в Чикаго, везде гибнут люди. Я понял. Когда вы нас возьмете нашим рупором? Хорошо, будем вашим рупором. Для этого существует другая передача. Да, я хочу просто объяснить, чтобы потом опять вопросов не возникало. Передача «Политинформания» — это наша авторская передача. Мы говорим в основном, в основном в этой передаче о том, что происходит в России и в бывших странах СНГ. Поэтому, если кого-то это не устраивает, есть очень много на нашем радио других передач, которые говорят об Америке. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к тем передачам и вам расскажут, почему в Америке много стреляют, что, конечно, уже очень плохо. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Я думаю, что Путин здесь ничего бы не смог сделать, потому что здесь не покомандуешь. И нету национальной гвардии у президента. Он не может взять, послать войска куда-то внутри страны, чтобы пострелять народ. Побить, покидать в автозаке. У меня нет таких полномочий. Поэтому ничего не мог сделать. Да, да, да. Мы же не перебиваем. Спасибо. Просто бы сидел и смеялся. Ну, у него бы получилось управлять русским народом. Не мог бы в голову не могло. А я не знаю, не знаю ли Путин мог бы здесь быть, потому что надо было бы Березовского сначала привести, чтобы он его поставил на место. Спасибо. Давайте будем так говорить. Давайте включим свое воображение, да, для тех... Я понимаю, что есть... У нас очень много реалистов и тех, кто, наверное, читает больше философскую литературу, историческую и так далее. Давайте просто включим воображение и просто... Не то, чтобы помечтаем, а просто об этом поговорим. А что, если бы вот, понимаете? И поэтому... Мы же, знаешь, Эдик, мы же говорим о двух мирах, о двух системах управления. Как я говорил в начале передачи, а не два, как их называют, альфа-самца. Но один правит, а другой управляет. Это абсолютно две разные системы отношений политического управления. Смог ли бы управлять Трамп Россией и смог ли бы Путин править в США? Давай подумаем вот такую вещь, да. Если бы вдруг Трамп баллотировался в президенты России, какой процент голосов он бы набрал? Два мы приняли звонок, а потом покажу. Мы вас слушаем. Добрый день. Я думаю, что Путин здесь бы как-то аквиматизировался. Он далеко не дурак. Будьте, какой он человек там, и какие качества, да, человеческие или нечеловеческие, ему присущие. Но он человек не без мозгов. Трамп, как и любой западный человек, там бы в России сначала просто бы обалдел. Такая власть, такая абсолютная, безоговорочная власть, такую власть не облажает ни один президент, премьер-министр, или даже император, или кто на Западе. Поэтому первое время он бы просто ходил обалдевший от того, что же можно наворотить. Но если бы он пришел в себя, он бы смог бы Россию двинуть вперед в экономическом и политическом плане? Конечно. Я думаю, да. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Это снова Анна. Ребята, вы знаете, я думаю, во-первых, Путин ведь в Россию пришел не в результате выборов власти. Его Ельцин посадил на этот трон. Ну да, да, это правда. А кто бы его посадил здесь, на этот трон? Это во-первых. У нас же есть Сандерс, Ань. У нас же есть Сандерс. Начало правления Путина, 2000 год, сентябрь, месяц, гибель подлодки. Помните, да? Да, Путина, 116 или как она там была. Путин тогда даже не приехал в этот город, не высказал соболезнования, никаким образом не поддержал этих людей, этих родственников. Более того, он их там всех обозвал жутким совершенно словом и сказал, что все, что они хотят, это деньги. Примерно то же самое. Произошло, ну, вот чуть спустя, да? 9-11 в Нью-Йорке. Да. Попробовал бы он здесь не приехать в Нью-Йорк и не высказать людям свои соболезнования. Менталитет разный, да? Его бы просто вышвырнули в ту же секунду из Белого дома. То есть это разные отношения народа и власти, правильно? Правильно. Спасибо, спасибо, Ань. Говорите, пожалуйста. Добрый день. А вот у меня вопрос. Да. Вот просто по-человечески, если бы вот так вот случилось, вы же, давайте пофантазируем, как человеку вы Путину бы дали убежище? Ну, вот просто вот так получилось, что... Политическое убежище вы имеете в виду? Убежище не как страна, а как человек вот просто. Политическое... Вы имеете в виду политическое убежище? Нет, просто, просто убежище. Просто если вот ему нужно... Он просто человек, как человеку, вот ему. Вот получилось так, что он к вам пришел домой или как бы что-нибудь... Нет, я бы не дал ему убежище, потому что он криминал. Он криминальный товарищ. Это значит, дать ему убежище, это потерять свою собственность. То есть, в дом бы его не пустили бы? Нет, наверное, нет. Я бы боялся. Я вам скажу от себя, более, может быть, уточню. Если бы это было политическое убежище, конечно, я бы ему это не предоставил. Потому что человек, как Владимир Владимирович Путин, за свои преступления должен когда-нибудь ответить. Ну, политическое убежище, это как страна. А просто как человек? А просто как человек тоже не дал бы. Потому что такие, как Путин... И вот, знаете, я вам скажу больше того, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Я вообще ГБшникам не доверяю. Это, условно говоря, понимаете? Это люди с двумя-тремя лицами. Двойным дном, да. Двойное дно, понимаете? Поэтому пускать в свой дом таких людей, как они, это значит потерять самого себя и потерять свой дом. Потому что такие люди, я не думаю, что они понимают язык благородства какого-то. Нет. Там совсем разговаривают, они так обученные. Как вы знаете, друзей своих не предавал, вроде бы. Мы как вывескли. Вы знаете, это большой вопрос. Когда власть поменяется, тогда мы узнаем, кого он предавал, кого он не предавал. Там все держится на больших деньгах, на сегодняшний день, да. На больших деньгах. И вот это вот то, что повязанное, как это называется? Круг. Круг повязанных кровью, понимаете? Как насчет Ходорковского. Вот. Поэтому, поверьте, в этом плане, как говорится, я не думаю, что я бы смог его впустить. Поэтому говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. В отношении того, что Путину дали бы вещи или нет, я не знаю. Но в отношении того, что Путин уже здесь имеет не одного человека, а много своих людей. И они делают все то, что им надо. Понятно. Обвинять, надо обвинять, вы сами знаете, кого. Кого? Часть нашего правительства. Ясно. То есть надо обвинять Трампа. Они уже там тоже засидели, да. Да, они засиделись. Я понял, спасибо. Спасибо. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Единственное, что меня смущает в этой истории, демократическая партия, которая могла бы, конечно... Его выдвинуть. Да. Она к этому и идет. А вы считаете, что его демократы выдвинули бы или республиканцы все-таки? Он все-таки такой мачо, брутальный, у демократов там более... Он все-таки консервативный вроде чего? Да. Ну, я... Сможно вопрос. Я думаю, что демократы наши к нему сегодня ближе, чем республиканцы. Ну, может быть, может, да, может, нет. Спасибо. 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 Звонков пока нет. Значит, давай я отвечу на твой вопрос. Мог бы Трамп избраться в России? Нет, вопрос заключается в том, какое количество голосов он мог бы набрать. Процентов 85. Трамп абсолютный харизматик, умеющий себя ставить наравне с людьми, умеющий спорить и доказывать. Солидный, сам по себе, сам по себе интересный мужчина, что для многих женщин-избирателей это было бы очень важно. И по сравнению с Америкой, да, в России он бы набрал бы процентов 85. Можно говорить то, что ему здесь Трамп экриминирует, да, там его, значит, плохие отношения к женщинам, значит, его отношения с прессой и так далее. То есть там бы это ему сыграло народ. В России это был бы плюс. Кстати, кстати, Ельцин в каком-то смысле где-то даже подходит в харизме Трампа, или Трамп подходит в харизме Ельцина. Трамп тоже большой, такой внешне интересный, народный, умеет разговаривать с людьми на том языке, на котором они понимают. И вопрос в том, чтобы было бы потом, но я думаю, что Трамп со своими управленческими способностями, он, конечно, бы... Давайте мы послушаем мнение. Дальше послушаем. Добрый день. Говорите пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что в отличие от Трампа, Путину был бы относительно легче. Почему? Потому что наша демократическая партия уже практически готова к этому, что у нас должна быть установлена диктатура пролетариата. А и он был бы как ко двору. И он бы сразу загнал бы, как он это сделал в России, всю прессу, установил бы всех сенаторов только своих, убрал бы республикантов вообще. Ну а как бы он убрал, это же избирается, не назначается же. Сенаторы же у нас не назначаются, как в России. Как бы он убрал. Он бы смог продолжить дело Ельцина, и он, может быть, установил бы там демократия. А так как после Путина это будет сделать невозможно. Спасибо. Спасибо. Говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Пожалуйста, по теме. А, это снова Анна. Да. Слушайте, насчет Трампа в России я подумала. А вы знаете, между прочим, к Трампу в России относятся немногим лучше, чем к Жириновскому. Ну да. Это просто было бы для России, они бы воспринимали как второго Жириновского, вот и все. Как второго Жириновского немножко не согласен. Я думаю, что в России к Трампу относятся очень и очень даже хорошо. Вы знаете, я как раз общаюсь со своими друзьями из России, вот через интернет. На него смотрят просто как на второго Жириновского, вот и все. Ну, это в прессе, мне кажется, создан такой тип, типа наш Трамп, это наш Жириновский. Но на самом деле, я думаю, что... Я просто, извиняюсь, Генш, я тебя перебиваю, я просто вижу по тому, как российский эстаблишмент, хочет он того или нет, он... С пиететом. Да, он относится с такой огромной симпатией и с таким уважением к Трампу, хоть и говорит на разных шоу, что вот он такой, всякое, против нас ввели там санкции и так далее. Но это видно, что они говорят с этим как бы с таким не очень большим желанием, нехотением. Но, в принципе, если спросить у рядового россиянина, хотел бы он, я уверен даже на 200%, что две руки подняли бы. Спасибо. Да, мы переключили. Да, мы вас слушаем. А я вам хочу сказать, что мне пришла бы так еще мысль в голову, что демократическая партия здесь в Америке могла бы выделить Путина. Знаете почему? Почему? Потому что единственное, в чем он высокий действительно профессионал, это в манипулировании и пропагандировании. Ну, выдвинуть-то они его смогли бы, а избраться бы смогли. Что, чем сейчас занимается демократическая партия? Во что она превратилась? В манипуляторов и провокаторов? Ну, понимаете как, выдвинуть-то демократы могли бы его, я в это могу поверить. Вопрос, победил ли бы он на выборах Путин? Понимаете? Это же так, что там, у нас есть здесь простым людям. Без особого высокого образования интеллекта, они же уверены, что, особенно поговорники демократической партии, они уверены, что Майлер просто не нашел, а сговор 100% был. Вы понимаете, цель пропаганды демократической партии достигнута. Простой обыватель, такой не особенно одаренный, он уверен, что просто Майлер не докопался. Понятно. Значит, все-таки Путин мог бы избраться президентом США. Я скажу так, как оболвали русский народ, это же так же можно оболвать любой другой. Возьмите немцев в конце 30-х прошлого века. Высоко, кстати, образованная была, национальная, культурная, и в какие звери их превратили. Ну, в принципе, да, согласиться можно. Спасибо. Спасибо. Добрый день, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Я только одно знаю. Если бы Трамп был в России, Россия была бы самая-самая процветающая. Знаете почему? Почему? Потому что он бы там это болото разрулил. Расушил. У него там была бы вся власть. Не так, как тут ему ставят палки в колеса. Он бы смог и с олигархами расправиться, и делать то, что надо, с такими ресурсами, как в России. Скажите, я извиняюсь, что вас перебиваю, я просто хочу задать вопрос. А вот что касается народа, да, ведь американский и российский народ – это две большие разницы, да? Смог бы ли он с русским народом, будем так говорить, найти общий язык? Конечно, он бы старался для народа сделать благо, он сам понимал. Для кого он тут старается? Не для демократической партии, а для народа? То есть, будем так говорить, русскому народу, в принципе, все равно, кто им будет управлять. Лишь бы это был человек, который поднимет жизненный уровень россиян, да? Ну, мы взяли Трампа как, знаете, как будем так быть, противовес Путину, да? Вчера? Да. Алло. Вчера интервью Кагановича с одним российским бывшим руководителем. С Иваном Стариковым, все правильно, с Иваном Стариковым. Вот, так он сказал, что при 16 долларов за баррель, они как-то справлялись. А 75 и выше Путин Россию загоняет в одно место. Вы представляете, чтобы Трамп сделал с такими богатствами в России? Да, я с вами согласен. Китай бы присоединил к России. Спасибо большое. Спасибо. Звонков пока нет. Вот, кстати, тоже мнение человека. Большое спасибо. К сожалению, не знаем ваше имя. И я думаю, что, Генн, в будущем надо, чтобы человек, наверное, как-то изставлялся, чтобы не знали, с кем мы говорим, и могли отвечать именно по имени. Какой вопрос? Допустим. Да, да, да. Хорошо. Ты как-то спросить? Да, давай мы определим вообще такую вещь. В Америке есть избиратели, а в России есть подданные, как я это вижу. Не, ну смотри, в России тоже есть избиратели, да, но это другая избирательная система. Есть такая фраза, да, если ты помнишь, был фильм, по-моему, с 40-х годов, там была фраза знаменитая, царь прикажет, дураки найдутся, да? Да. То есть, будем так говорить, если здесь человек идет голосовать, и голосует, потому что ему кто-то симпатичнее, кто-то не симпатичнее, он смотрит, здесь избиратель смотрит на очень много вещей, и программа человека, и насколько харизматичен этот человек. Что делал до этого. Что делал до этого, то есть, и очень много, на пальцах не перечислишь, да? В России очень важно, как человек себя позиционирует. Может он быть царем, или не может он быть царем, да? То есть, там избиратели зависят, вот, например, на сегодняшний день, да, в России Путин президент решает ставить у кого-то в колхозе туалет дома или не ставить. Люди к нему с такими вопросами обращаются. То есть, понимаешь, здесь президентом становится человек, который может, это может быть политик, это может быть большой бизнесмен, как раб, вырастающий, большого политика. Там это такой, как бы, временный человек, который хочет стать таким царем-батюшкой для всего народа. Я думаю, что в Америке, я говорил и повторю, президент это бренд. Это серьезный, интересный, умный, выбираемый людям, людьми бренд. Человек много лет может идти к этому. Он может идти, но возьми Обаму, который, в принципе, ничего в своей жизни... Было так, типа, но его избрали, потому что он смотрелся, он говорил, он спорил при всех его минусах. В России это компромисс. Путина выдвинул когда-то Ельцин как компромиссную фигуру. О нем даже никто не знал, если вы помните. Когда его сделали премьером, кстати, вот вчера или позавчера было 20 лет, как Ельцин предложил российскому народу свою кандидатуру наследника, о нем даже никто не знал, хотя он был руководителем ФСБ. Но это же Барин предложил нам. Понимаешь? Вот именно Барин, а Барин плохого не предложит. Другой вопрос, что он абсолютно... Он харизматик Путин, он не дурак, хорошо образован. Мы не будем говорить о том, что это, как бы, никакой-то не... Левый человек. Левый человек, да. Он сумел завоевать симпатии народа. Вопрос, как и как он удерживает власть, и к чему он привел Россию на сегодняшний день. Это другой вопрос. Но, как мне кажется, для... Я закончу уже мысль быстро. Мне кажется, для Трампа руководить Россией это то же самое, что пересесть, например, с большого трака американского на обыкновенную простую машину, которая... О, Влада, да. Да, 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 это будет абсолютно... Ты заметил, как ты выразился? Путин сумел завоевать симпатии. Он не сумел заработать уважение. Да. Он сумел завоевать симпатии. Ну, смотри, Толя, то есть в этом... В России всегда идет слово... Все идет через слово завоевать. По-другому, к великому сожалению, не получается. Кого-то приводят и говорят, вот он будет. То есть все остальные должны с этим уже согласиться. То, что у него есть какие-то вот... Многие те, кто приехал в Советскую Союзу, запомнят, был такой Черненко, да. Константин Устиной Черненко. Человек, который не обладал вообще никакими навыками политической, значит, умом и так далее, и так далее. Он дышал. Да, его главная задача была, это то, что он дышал, действительно. Это такой вот временщик. Вот его привели, поставили и, как говорится, наслаждайтесь, да. Можно многих привести в пример вот такого плана, как бы люди приходили к власти абсолютно, не то чтобы случайно, но... Их назначали. Их назначали, да. Вот самое главное, что их назначали. Кстати, начиная со Сталина. Многие думают, что Сталин как-то стал руководить Советским Союзом, так, как говорится, на фоне каких-то голосований там или еще что-то. Абсолютно нет. Он был назначен Лениным на совершенно простой, никому на тот момент не нужный пост генерального секретаря партии. Это человек, который должен был руководить просто партией. Но в результате разных махинаций, как говорится, вот этой политической... И убийств. И убийств, политических убийств, он, значит, возглавил Советский Союз. Будем заключаться, да? Давай мы будем уже у нас остаться две минуты. Минуты даже. У нас есть звонок, давай мы примем. Да, говорите. Скажите, пожалуйста, какая цель вашей передачи? Хорошо, я скажу вам, какая цель, очень коротко. Наша цель заключается в том, чтобы люди, которые живут в этой стране, по возможности размышляли о том, что происходит в России. Иногда мы говорим и об Америке, ну, если это связано с ситуацией... Украина, да... То, что происходит на сегодняшний день в России, это называется диктатура. Вот, поэтому мы закругляемся. Мы хотим с Геной... Гена, очень быстро, а потом я скажу. Да, ну, в общем, все будет хорошо. Да, я хочу, чтобы в России произошли перемены. Поэтому, соответственно, мы и слушаем песню. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...